Сегодня на совместном заседании Верхней и Нижней Палат Парламента правительство отчиталось за реализацию бюджета 2012 года. Депутаты критиковали госорганы за неосвоенные миллиарды деньги, а сенатор Касымов задал прямой вопрос. Какие меры принимаются в министерствах по искоренению хищений бюджетных средств? Домир Айдаров расскажет подробнее обо всем, что происходило в стенах парламента. В стенах парламента практически весь кабинет министров правительства отчитывается перед депутатами за использование бюджетных средств, направленных на решение государственных задач. Размеренное обсуждение главного финансового документа страны за прошлый год нарушает сенатор Ганни Касымов. Дорога Шымкент-Ташкент, там 67, по-моему, километров. Обсчитали так, я даже не представляю такие суммы. Один километр дороги заложили в смету, и Минфин подписал соглашение это, да? Один километр шоссейной дороги – 3 миллиона 700 тысяч. Это сколько щебенка у нас бриллиантовая, что ли там? У нас еще дороги стоят недорого. То есть новое строительство, реконструкция. К примеру, я вам скажу, в Финляндии стоимость километра дорог стоит от 8 до 10 миллионов евро. В Германии примерно такая же цена. Сенатор в очередной раз поднимает тему хищения бюджетных средств. Вопрос задает министр экономики и бюджетного планирования. Обращается, как оказывается, не по адресу. Вопрос на то, что вы задали вопрос, связанный с расходованием и царевым использованием бюджетных средств. Наверное, вот вопрос больше Булат Бедахмедовича, который контролирует реализацию республиканского бюджета, а не ко мне. Так, отпасывали Булат Бедахмедович, пожалуйста. Матч продолжаем. Я не сторонник, когда огульно кого-то обвиняют и комментировать вот в таком ключе что-либо. По данным премьер-министра, в прошлом году центральными органами не освоено более 9 миллиардов тенге. В их числе, Министерство охраны окружающей среды, МЧС, МВД и еще ряд ведомств. Я думаю, что в рамках разделения ответственности должны поднимать уровень ответственности не только первые руководители государственных органов, но и за бюджетные программы должны отвечать и их заместители, руководители комитетов, которые занимаются реализационными функциями, а также руководители департаментов, которые как раз таки формируют политику тех или иных стратегических направлений. Депутаты принимают отчет правительства об исполнении республиканского бюджета. Кабинет министров по оценке парламентариев обеспечил решение задач по социально-экономическому развитию страны. Если имеется положительная динамика в целом по исполнению бюджета, то по качеству исполнения, опять-таки повторюсь, по эффективности вложения бюджетных средств имеются огромные вопросы. Поэтому те задачи, которые должны четко быть сформулированы в стратегических планах, должны быть реализованы в отчете правительства, который идет по итогам уже исполнения бюджета. Совместное заседание Палат парламента продлилось более трех часов. Теперь перед членами правительства стоит задача провести ревизию всех бюджетных программ. Ну а сенаторы и мажоресмены соберутся вместе в конце месяца и подведут итоги очередной парламентской сессии. Дамир Айдаров, Адай Абдильдин, Ханат Жумабеков, 7 канал.